американцы очень любят произносить по буквам все что можно произнести если вы звоните в какую-то компанию и просите помощи вас просят назвать ваше имя фамилию и как правило вас попросят также произнести это по буквам также в америке очень популярные телепередачи и шоу где дети или подростки или даже взрослые взрослым предлагается про спеллать как говорят русские в америке или произнести по буквам трудные слова то есть например слово beautiful если вас попросят произнести это нужно будет сделать быстро и победителем окажется тот кто сделает это правильно за меньшее количество времени дело все в том что английский язык независимо на каком акценте вы говорите делится на два языка это язык письменный язык разговорный когда носители языка говорят на своем языке у них перед глазами не мелькают слова и буквы так как это происходит с теми кто учил английский после того как овладел навыком чтения поэтому когда таких людей я говорю сейчас проносители языка просят произнести какое-то слово по буквам для них это очень сложно потому что они привыкли совсем к другому звучанию поэтому такие передачи очень популярны в сша и знать алфавит и уметь произносить свое имя по буквам очень полезный навык сегодня я расскажу вам как правильно произносить слова типа university и reality также объясню как произносится окончание ай-ти-ва и почему она так произносится так поехали вы посмотрите на окончание ай-ти-ва и вы увидите что мы имеем дело с кратким звуком и который произносится я напоминаю очень расслабленно и в отличие от русского звука и при произнесении которого уголки рта растягиваются и весь рот у вас находится в напряженном состоянии данный звук и произносится на как говорится на расслабоне то есть не нужно ничего напрягать также данное окончание очень интересно тем что если вы хотите произносить слова так как это делают американцы либо канадцы то нужно помнить что когда звук находится в позиции между двумя гласными звуками в речи он произносится как флэп ти или альвеолярный звук ти звучит это как быстрый звук до эри эри как правило такие слова являются существительными сейчас на экране вы будете видеть перед собой слова попытайтесь их повторять если вы не хотите произносить эти слова так как говорят носители языка но вам нужно уметь узнавать эти слова в речи то просто слушайте итак первое слово это слово обе лари обе лари обе лари обе лари обе лари activity activity charity 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 clarity 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 diversity 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 curiosity 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 creativity creativity слово creativity очень интересно потому что первое звук первый звук ты даже не смотря на то что он находится в позиции между двумя гласными звуками поэтому вместо креативери и говорится креативери the very так как второй звук ты находится в той же позиции но он уже безударный creativity eligibility eligibility facility facility gravity Слово humanity можно произносить как с очень слабым звуком H, но большинство американцев, если вы послушаете, произносят это слово без звука H, они его просто не произносят. Следующее слово очень интересно. Если вы посмотрите и послушаете, как его произносят, то можете заметить, что первая буква T, она выпадает. Происходит это потому, что перед нами кластер N, T. Два этих звука произносятся совершенно с одинаковой артикуляцией и во рту в одном и том же месте. Поэтому один звук мы просто можем дропнуть, как говорят русские американцы. То есть убрать. Identity, immunity, immunity, immunity. Слово priority очень интересно, потому что, если вы посмотрите только на слова, на слово, вернее, вам захочется произнести priority. На самом деле, priority в этом слове происходит сочетание звука I и соединяется он со звуком O, и между ними мы должны поставить небольшой такой как бы невзначай звук и priority, что превращает это словосочетание данных звуков в звук Y. Y, 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 Y. Priority, priority, priority. Сравните. Priority, priority. Сейчас я говорю с чистым звуком, чтобы вы обратили внимание, как на самом деле нужно произносить. Итак, если мы сделаем flap от T, получается priority. Priority, reality, reality, reality. И последнее слово, слово из заголовка. University, university, university. Примечательно, что в британском английском, который очень похож на австралийский английский, а также на малайзийский и южноафриканский, university может сокращаться до просто слова uni. Uni. В американском английском или в канадском английском такого сокращения нет, и university, college и так далее просто называют общим словом school. А сейчас я хочу ответить на очень интересный вопрос, который поступил на этой неделе. Так, один из поспичков спросил, а нужно ли произносить, вернее, как правильно произносить, I said that I, либо I said, и дальше произносить I. Такого рода конструкция характерна для прямой речи или косвенной речи, как ее называют граммаристы, и совершенно нет никакой разницы. Либо вы говорите I said that I. При этом, если вы говорите, очень важно соединить that вместе с I, чтобы у вас получился характерный flap T-звук. That I, that I, that I. Если же вы не произносите that, то можете говорить просто I said I и так далее. Очень важно помнить то, с какой интонацией вы произнесете, потому что I said I может звучать, как будто вы раздражены и не хотите себя повторять. То есть вы, например, кому-то что-то сказали и попросили, человек не делает этого, и вы говорите, я же тебе сказал, убери за собой. Ну, как правило, родители, первое, что мне приходит на ум, ситуация родителей, например. Так говорят I said I, но там будет уже другое местоимение. И это очень важно, то, с какой интонацией вы произносите и где вы делаете логическое ударение, чтобы не звучать очень грубо, потому что не носителем языка, когда они говорят на английском языке, не звучать грубо очень трудно, потому что в силу того, что они не знают каких-то самых правил. И другой вопрос от этого же подписчика был не менее интересный. Как употреблять и что означает словосочетание kinda? На письме пишется kind of, но в речи никогда вы так не услышите от носителя языка. Говорят они просто kinda. Либо kind of. Если после of идёт слово, начинающееся на гласный звук, получается произносится kind of и соединяется с другим словом. Если после of идёт согласный звук, тогда f убирается и kinda, kinda, kinda. Итак, зачем же и когда употреблять данное словосочетание? Очень часто, когда вы кому-то что-то объясняете или рассказываете, появляется необходимость от себя лично сказать какое-то мнение, но чтобы не звучать грубо, вот именно в этих ситуациях используется kind of. Например, вы хотите сказать, что какая-то она странная была. Если вы скажете weird, это очень сильное слово. Слово weird в зависимости от контекста и от того, кто это произносит, может звучать довольно-таки грубо. Если вы хотите смягчить, вы говорите kinda weird. It's kinda weird. А если вы описываете там, например, прилагательные, в основном kinda употребляется с прилагательными, либо с длинными прилагателями, либо с короткими прилагателями, неважно. Но, как правило, вот именно в словосочетании с прилагателями вы можете его увидеть. Вы можете сказать, например, или услышите kinda expensive довольно-таки дорого. То есть недорого, но и недешево как-то посередине. То есть я специально вам сейчас перевод не даю, чтобы вы из контекста могли сами как-то понять. Можно заменить kinda в данных ситуациях словом a little bit, a little, немного. На русский язык можно сказать, например, it's kinda rainy outside. То есть, например, если идёт дождь, и, в общем-то, и не сильный дождь, kinda. Такой слабый дождь, либо дождит, либо не моросит, но вот такая характеристика дождя, которой вы не можете подобрать слово, и это именно второе значение. То есть вы, когда вы не можете подобрать конкретного слова, вот чтобы точно описать, что происходит, человека, либо ситуацию, либо какое-то природное явление, в таких случаях также носители языка часто говорят kinda. Если вы послушаете kinda, из каждого утюга можно услышать, что говорится, и на самом деле может являться словом-паразитом, поэтому иногда можно вообще совершенно не в тему услышать это слово. Так же самое, как и слово like. Американцы любят слово like. То же самое в русском языке у нас есть слово как будто, как будто, то есть непонятно, либо это на самом деле, либо это в понарошку, как будто, ну как бы, как бы слово-паразит. Поэтому будьте осторожны, когда употребляете kinda сами в речи, не переусердствуйте и разнообразьте ваш словарный запас. На сегодня это всё. Спасибо всем за комментарии, спасибо за вопросы. Подписывайтесь на канал Easy English, подписывайтесь на мой инстаграм-канал kirels.english. Увидимся в следующую субботу. Всем пока. Отличных выходных.